Добрый вечер! В эфире новости на телеканале Югра. В студии Лариса Мацур. Рекордный командный семейный. В рамках Лыжни России 16 тысяч югорчан вышли на старт. И расскажем, как это было. Каждому югорчанину расскажут о выборах лично. Обходчики уиков готовятся к активной работе. Бобр и шаман из Югры стали главными звездами ВДНХ. На выставке «Россия» завершились дни муниципалитетов Югры. Лыжня России в этот раз стала массовой. По всей Югре во всероссийском спортивном празднике приняло участие более 16 тысяч человек. Только в советском районе на старт вышли почти 3,5 тысячи человек. И это лучший результат среди югорчан. На втором месте Ханты-Мансийск, где и состоялся центральный забег в округе. А на дистанцию у лыжников отправили губернатор Югры Наталья Комарова. Как прошел сам забег, расскажет Дмитрий Пришлицын. Всю неделю погода выполняла очень важную миссию. Заманивала ханты-мансийцев на Лыжню России. В целом получилось. Правда, единственное, сегодня чуть попрохладнее, минус 11 градусов, идет такой легкий снежок. Но в целом погода достаточно хорошая для того, чтобы всей семьей встать на лыжи. Но согревались в этот день все по-разному. Играли в зимний футбол, пытались теннисным мячиком поразить биатлонную мишень или выиграть битву мешками. А вот олимпийский чемпион Евгений Дементьев, а ныне президент Федерации лыжных гонок Югры, помогал движению первых связать самый большой теплый шарф. Этот атрибут станет символом года сплочения и единства. Ну, пока вроде бы не это, не сказали, что где-то ошибся. Такой шарф согреет лыжников на лыжне? Конечно. Не только лыжников должен согревать, да? Согревала на дистанции и любовь. Специально для семейных команд организовали 500-метровую дистанцию. Все преодолели ее по-разному. Вот, к примеру, семья школьных. Пока папа Андрей помогал одной из своих дочерей Ирине быстро ехать по лыжне, остальная часть семейства, это мама и еще три дочери, самостоятельно добирались до финиша. Мероприятие отличное. Всегда участвуем в спортивных мероприятиях. Стараемся не пропускать лыжня России, Югорский лыжный марафон, кросс-нации. Поэтому дети всегда рады, с удовольствием всегда рвутся и ждут этих мероприятий. Если семья школьных уже достаточно уверенно стоит на лыжне, то вот Захаровы, а в частности сын Павел, на лыжи встал впервые. Расскажите, почему решили принять участие в семейном забеге? Приобщаем ребенка к спорту. Первый раз, первый год встал на лыжи. Вот, у него неплохо получается. Он, по сути, третий раз встает. Вот, ну, соответственно, массовость, погода хорошая. Почему бы его не провести коллективно? Коллективно, такой прекрасный день, большой дружной компанией на лыжах. Так, в этом году проходит корпоративный забег, и все готовятся по-разному. Вот, например, смотрите, если правильно понимаем, лыжный клуб «Ски-Ю», правильно? «Ски-Ю», да. Так, давайте рассказывайте, что это за образы у вас, кто их вам придумывал? Образы? Это дракошки с крыльями. Мы хотим выиграть вертолет, поэтому мы решили подняться к небу и надели крылья. Но крылья драконов донесли команду только до приза зрительских симпатий. А полет на вертолете получила школа лыж «Пробег». Она-то и стала самой яркой и масштабной на этой лыжне. Вместе с нашей командой, все вместе прошли в гору, спустились с нее, выкатились на стадион. Только положительные эмоции. Все классно, у нас все получилось. Нынешняя лыжня России стала рекордной. На старты вышли больше 16 тысяч югорчан. Самый масштабный забег получился в советском районе. Здесь на лыжи встали почти 3,5 тысячи человек. Ханты-Мансийск стал вторым и уступил на тысячу лыжников. Третьим в этом списке закрепился Сургут. Дмитрий Пришвицин, телерадиокомпания «Югра», Ханты-Мансийск. В Сургуте разыграли Кубок Югры по спортивному туризму. Данный вид спорта совмещает в себе лыжную гонку, полосу препятствий и альпинизм. Помимо того, что спортивный туризм разнообразная и зрелищная дисциплина, у него еще есть прикладная направленность. Так, например, спортсмены попутно могут освоить навыки профессионального спасателя или промышленного альпиниста. На территории лыжной базы «Олимпия» участникам пришлось преодолеть дистанцию в 3 километра, состоящую из лыжни и различных препятствий. В итоге лучшим среди мальчиков до 2011 года рождения стал Артем Конзафаров, а среди девочек – Елизавета Пасхина. Оба участника – представители «Нягани». Среди мужчин первое место занял Артем Казаков, среди женщин – Дарья Линова. Оба – из Нижневартовска. В командном зачете также победил Нижневартовск. Лучшие участники кубка представят наш округ на чемпионате Урала по спортивному туризму. Я занимаюсь 4 года, я попал, потому что в младших классах у нас проходили туристяты, и я захотел заниматься спортивным туризмом. Мне нравится заниматься этим спортом, и у меня первые места сегодня занял на округе. Были этапы навеска, маятника, бревно, параллелка. Самое душевное событие месяца в окружной столице прошел необычный хоккейный матч «Открытые сердца». Восемь воспитанников реабилитационных центров Ханты-Мансийска и Нягани вышли на лед арены Югра в сопровождении профессиональных хоккеистов. Игроки хоккейного клуба Югра выступили своего рода штурманами. Вброс первой шайбы доверили губернатору Югры Наталье Комаровой. Команды непобедимые и бесстрашные сплотились быстро и показали результативную игру 6-6. Серия буллитов также закончилась с равным счетом 10-10. Впрочем, этот матч был больше не про соперничество, а про объединение и поддержку. Подобные матчи в Югре организуют уже 9 лет. «Очень классное событие для детишек, получить эмоции, чтобы все посмотрели, кто-то играл и смотрел хоккей с трибуны, чтобы все получили удовольствие». «Классно провести с ребятами, с этими детишками, которые очистят сердце, радуются. На самом деле очень тепло на душе и почаще бы такие мероприятия проводились, поэтому это здорово». «Это сближает и нас, и болельщиков, и детишек». «Югра» начинает заключительную домашнюю серию игр регулярного чемпионата ВХЛ. Сегодня подопечные Вадима Ипанчинцева на своем льду встретятся с командой «Динамо СПБ». Гости из культурной столицы, как и югорчане, уже оформили себе путевку в решающую часть турнира и сейчас ведут борьбу за выгодные места для начала борьбы за Кубок Петрова. «Югра» по-прежнему находится на четвертой строчке, но может уже после этой игры догнать по очкам тульский АКМ. «Динамо», в свою очередь, находится на седьмом месте. Матчи «Югры» и «Динамо СПБ» всегда полны интриги. Так, последняя встреча завершилась победой питерцев со счетом 4-1. Следить за ходом сегодняшнего поединка вы сможете в прямом эфире на нашем телеканале. Начало матча в 18 часов 50 минут, сразу после вечернего выпуска новостей. Уже в ближайшие выходные в дома югорчан придут представители участковых избирательных комиссий. Их задача рассказать о предстоящих выборах президента России. Чтобы представителей УИК было легко узнать, в окружном избиркоме презентовали форму обходчиков. Подробности в нашем следующем сюжете. Основное, как можно его отличить, чем они пойдут, это бейдж. Бейдж на ленте синей члена участковой комиссии, на котором есть УИК, с символикой избирательной кампании. Будет написан номер участка, фамилия, имя, отчество. Обязательно фотография члена участковой комиссии. Конечно, бейдж – основной элемент, по которому югорчане смогут узнать члена участковой избирательной комиссии. Официальный документ с печатью и подписью. Кроме того, проверить полномочия члена УИК можно на сайте избиркома Югры. Однако это лишь одна деталь. Также обходчикам можно будет узнать по специальному значку в форме латинской буквы «В» и белому шарфу. Так как у нас зима, соответственно, у них будет белый шарф с символикой избирательной кампании. Белый цвет – цвет этой избирательной кампании, как вы видели на информационных материалах. Соответственно, их легко будет отличить, в том числе и когда они будут просто ходить непосредственно по улице. Также у обходчиков будут брендированные планшеты и специальные сумки. О чем же будут рассказывать члены УИКов? В первую очередь, о способах голосования, о расположении участковой комиссии, как взять открепительное удостоверение, о датах голосования, а также смогут принять заявки у тех, кто захочет сделать выбор на дому. Кроме того, обходчики придут не с пустыми руками. Для каждого избирателя подготовили небольшой, но приятный презент. В каждую квартиру, в которую мы заходим, мы на память о том, что мы пришли, и чтобы не забывали, когда у нас выборы, соответственно, оставляем карманный календарь и небольшой магнит, который напомнит, что выборы президента 15, 16, 17 марта. Особое внимание уделят и тем, кто будет голосовать впервые. Для них также приготовлены подарки. Это блокнот, ручка и силиконовый браслет. Само адресное информирование избирателей пройдет с 17 февраля по 7 марта. Интересно, что губернатор Югры Наталья Комарова поможет обходчикам в их работе. Правительство автономного округа нацелено на то, чтобы в своей компетенции выполнить все поставленные задачи по созданию условий для голосования каждому гражданину, в какой бы он ситуации обстановки не находился. И что члены избирательных комиссий сейчас самые важные профессиональные единицы. И мы сделаем все для того, чтобы условия вашей работы соответствовали возможности и необходимости решения тех задач, которые стоят. Можно присоединиться к вам при обходе квартир? Одного новичка может, вы потянете же. Тем более, что не новичок. У меня есть опыт тоже. Отмечу, что обходчики в каждом муниципалитете прошли специальные тренинги. Их научили грамотно и вежливо общаться с избирателями и не поддаваться на провокации. Планируется посетить все домовладения в регионе. Этим будут заниматься почти 3000 человек по всей Югре. В окружном избиркоме уверены, что проект поможет проинформировать о выборах президента России и всех югорчан. Грузовой «Урал» отправился из Нижневартовска в зону проведения специальной военной операции. Югра продолжает оказывать помощь военнослужащим и жителям новых регионов. Автомобиль будет служить при госпитале 11-го полка. Ранее вартовчане уже передавали военным медикам этого подразделения 150 кроватей для раненых бойцов. Теперь у них появится транспорт для развертывания пункта оказания помощи на передовой. Транспорт приобрел и отправил известный в Нижневартовске волонтер Михаил Пенигин. Еще с 2014 года он занимается сбором и доставкой помощи Донбассу. Кузов «Урала» заполнили гуманитарным грузом, который собрали жители Нижневартовска. Постельные принадлежности для госпиталя, одежду и предметы первой необходимости для мирных жителей. Данный груз собирался спонсор, который пожелал остаться неизвестным. Большую часть груза – это его, а также принимали участие группа «Будь добру». Девочки собирают, очень хорошо собирают. Партия «Единая Россия» передала туда груз для детей Донбасса. Елена Игоревна, большое количество подушек и матрасов было передано именно от нее. Также участвовала у нас Дагестанская диаспора, они передали большое количество матрасов в этот груз. Бобр и шаман из Югры покорили Москву. На международной выставке «Россия» на ВДНХ завершились дни муниципалитетов. Наш регион представили Югорск и Советский район. Первый построил свою программу вокруг легенды Эского персня, который хранит вековые тайны. А второй представил сразу три направления. Это лесозаготовка, природосбережение и сохранение традиций. С участниками и посетителями пообщалась Леана Киямова. Издавать нужный звук помогает не только трость, но и одежда. В этом костюме продумана каждая деталь. Меховая шапка с медальонами, платье, украшенное яркими орнаментами. Манси – все для призыва добрых духов. Бубен сделан из кожи. Настоящая натянутая кожа. Он уникальный звук, который состоится только из такого материала, такой формы. Причем еще надо правильно его держать. Как его правильно возьмешь или неправильно, разный звук выдает. Но духи тайги уважают только так. Прогоняем порчу. Привлекаем хорошее настроение. Инвестиции в регион. Что еще мы можем привлекать? Только духов, добрых духов. Духов тайги. Привлекает ли шаман духов – загадка. Но то, что поднимает настроение посетителям международной выставки «Россия» – однозначно. Вообще на ВДНХ экспозиция Югорска – одна из самых востребованных. Вся программа построена вокруг легенды эсского перстня, на котором изображена мирная клятва. Это украшение давно стало брендом города. Есть у нас артефакт, эски перстень, который был найден на территории музея под открытым небом города Югорска, Суеват-Пауль. И реплику этого перстня мы сегодня привезли из чистого серебра и разыгрываем ее среди всех гостей нашей выставки. Сегодня пришла посмотреть, как будет представлен муниципалитет Югорска. И приятно была удивлена, стала победителем викторины. И вот получила такой прекрасный, чудесный перстень, символ Югорска. Ну, это вообще очень круто и мне очень приятно. Спасибо, Югорска. Вообще здесь не только проверяют свои знания, в викторине и получают подарки. Познавательное развлечение, как говорится, на любой каприз. Посетители изготавливают деревянные магниты, обереги, а на свободной зоне учатся танцевальным движениям коренных жителей Югры. Я себя почувствовала птицей. Мы очень рады, что попали сегодня на этот чудесный мастер-класс. Вообще мы любим все новое. И сегодня нам показали удивительно простые, но такие милые, красивые движения народного, национального танца. Мы будем обязательно использовать. А это санквиллтап – музыкальный инструмент ханты и манси. Он изготавливается из стволов кедра, ели или сосны, а струны – из сухожилий оленя. Здесь встретилась с ним в первый раз. Не видела, не играла, не знала, не слышала. Очень интересно и чем-то напоминает гитару. Близко. То есть также защипами, прищипыванием щипковый инструмент. Очень интересно. И интересное звучание. Необычное. Традиции коренных народов севера, лесообработка и природосбережение – все на одной территории в советском районе. Там берегут деревья и животных. Вокруг заповедник, памятник природы, природный парк. А параллельно добывают нефть и лес. И готовят кадры для этих отраслей. Существование всех этих направлений презентуют на выставке ВДНХ. Отбрасывая суетность и тленность, хранишь ты мудрость пройденных народов и с трепетом вникаешь в современность. Здесь бобер, символизирующий деревообработку, рубку леса в VR-очках, сказки на хантыйском языке и путешествия по парку Картопья по QR-коду. Конечно, мы очень рады такому событию, как участие на международной выставке форума. Это, конечно, тот шанс заявить о советском районе и популяризировать ту деятельность, которую мы сейчас представляем. Это шанс рассказать о том, что у нас есть такой лесопромышленный холдинг. Рассказать о Советском политехническом колледже, который входит в топ-100 лучших образовательных организаций. Это рассказать о наших заповедных территориях и пригласить всех посетителей в гости. Мы к вам третий раз сегодня вернулись. По сравнению со всеми, я хочу вам сказать, вы для меня самые запоминающиеся были на этой выставке. На международной выставке «Россия» на ВДНХ уже представили свои города и районы все югорчане. Презентация Советского района на ВДНХ завершила Дни муниципалитетов. Леана Киамова, Владимир Ганьзе, телекомпания «Югра», Москва. И это были все новости к этому часу. Оставайтесь с нами на телеканале «Югра». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!